Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims Medieval и вы смотрите 34 серию. Добро пожаловать! В этой серии мы начинаем с вами новое задание какое-то. Вот, давайте я покажу вам показатели нашего несчастного королевства. У нас все плохо, благополучие низкое, безопасность средняя, культура низкая и просвещение среднее. Ну, в общем, вот так вот обстоят дела в нашей Козляндии. Нам предлагает игра сама замочить нашего царя, потому что это уже невозможно. Ведьма какая-то. И вот эти задания, я так понимаю, с восклицательным знаком, они требуют скорейшего выполнения, потому что нам за них дается именно то, чего нам не хватает. Вот, я подумала и я хочу поиграть просто мордатым, мне очень хочется поиграть уже нашим царем, поэтому я выберу квест шутовство. Вот, за него нам дадут три навыка культуры. Культура у нас навык низкий, но, к сожалению, отнимется один навык безопасности. Я надеюсь, что это никак, ну, или не сильно повлияет на нашу безопасность, потому что мы уже знаем, чем чревата нехватка безопасности. Но все-таки я бы хотела выполнить этот квест, чтобы поиграть мордатым. Все обожают придворных шутов, если бы у них еще были, еще бы, у них такие забавные колпаки и башмаки. Пока население королевства в поте лица зарабатывает себе на пропитание, шуты ведут веселую и беззаботную жизнь. Несмотря на то, что они считаются при дворе практически никем, им многие завидуют, ведь куда легче дурачиться, чем принимать судьбоносные решения. Верно. Шут на один день. Требования к группе. Играем мы монархом. Изрядно утомившись от своих обязанностей, монарх решает на время поменяться местами с шутом, чтобы отдохнуть и повеселиться. Козляндия рискует стать жертвой этого рискованного эксперимента. Все, что угодно может произойти, когда в деле замешаны шуты. Ой, что-то страшно мне уже, ребят, стало. Так, ну, будем надеяться, что все будет хорошо, и наш мордатый, он и шутом побудет, и все-таки козляндию нашу не загубит. Так, привет, мордатик, я так уже скучала, я так уже давно хотела с тобой поиграть, но все не до того было. Так, устал, да, мордатый нам говорят, что он устал. Говорит, я не хочу, говорит, уже править этой козляндии. Говорит, все плохо, культура фиговая. Говорит, все, до свидания. Я, говорит, ухожу в шуты. Так, нам нужно получить список день на день от королевской советницы Оливии. Ну, нифига себе, еще царю получать список на день. И, кстати, у нас есть ежедневные задания. Наставить попугая, натравить попугая на представителя гильдии и сдать указ. Вот, кстати, шут. Наверное, мы будем, типа, притворяться вот этим шутом, смотреть выступление. Хочет мордатый, он, кстати, подтанцовывает. Ой, мордатик, я чувствую, скоро сам станет шутом, и будет очень-очень весело. Так, нам нужно сейчас с советницей поговорить. Она, наверное, нам посоветует, что ли, в шута превратиться. А что это, уже отменилось действие? Давай получить список дел на день. И потом, наверное, пойдем попробуем натравить как-то на представителя гильдии попугая. Только попугая, наверное, нам придется покупать еще одного. Потому что тогда, я помню, когда мы в прошлый раз травили, мы покупали попугая. Сейчас его, наверное, уже у нас нет или есть. Свисток. А нет, у нас есть попугай, так что мы можем призвать нашего попугайчика и натравить его. Так, здравствуйте, здравствуйте. Как почивалось? Здесь документы, которые вы должны подписать. А еще два дипломата из соседних государств ждут аудиенции, чтобы обсудить особенности нашей внешней политики. Короче, круто. Давайте будем обсуждать международную политику с представителями соседних держав. И вообще, как-то Мордатому нужно уже говорить, что достали вы меня. Говорит, что вы от меня каждый день хотите? Я говорю, я хочу кабанчика съесть и отдохнуть. Так, присоединиться. Не-не-не, мы не будем присоединяться к отработке стратегии. Мы хотим обсудить внешнюю политику. Вот с этой девушкой, международную политику обсудить. А вот с этим мужиком. Потому что они типа из соседних государств. И вроде как они тоже монархи, я так понимаю. Но что-то как-то они в своем государстве не тасуются, а постоянно в нашей Козляндии зависают. Не знаю, им, наверное, в Козляндии нравится больше, чем у себя дома. Может быть, они представители от другого королевства. Типа там, я не знаю, какие-то послы. Так, торговая принцесса. Хотя нет, принцесса. Не знаю. Так, нам нужно организовать патрулирование торговых путей на тактической карте. И подписать три королевских документа. Господи. Организовать патрулирование к торговых путей. Короче, мне кажется, Мордатый сейчас задолбется это все организовывать. И скажет, что он пойдет в шуты. Тем более, тут такой шут у нас прикольный рядышком. Поет, танцует. Интересно, а кто же будет управлять в это время Козляндия? Неужели вот этот мужик с комарох шутнет переоденется в нашего Мордатого и будет стоять на его месте и сидеть на троне? Не знаю. И вообще, такое задание интересное. По нему, наверное, может произойти что-то вообще непредсказуемое. Потому что, если Козляндия останется без царя даже на какое-то время, это, наверное, ну, как-то может угрожать нашему королевству последствиями. Но все же за это задание нам дадут культуру, повысят культуру, только отнимут вот немножечко безопасности. Нужно постараться выполнить его хорошо, вот, чтобы культуру нам дали и чтобы, ну, козлянцы не страдали так сильно, как они страдают сейчас. Потому что реально все-все-все очень-очень плохо. Так, что? Подписать три королевских документа. Вот здесь, наверное, да, написать королевские документы, подписать королевские бумаги. Я даже не знаю, что нам из этого выбрать. Подписать три королевских документа. Ну, давай подписывай, Мордатик, старайся. Кстати, нужно будет нам обязательно позвонить нашей... Позвонить у них в средневековье не было телефонов. В общем, давайте мы позвоним доброй женщине Ванессе и как-то пригласим ее к нам на чай. Потому что давно мы ее не видели. И вообще, Мордатому, ну, как бы, все хорошо. Ну, один указ мы подписали. Давайте еще подпишем парочку документов. Вот, потому что все равно ему нужна романтика. Вот он любит Ванессу. И нужно с ней общаться. У него мудлет, сильный голод. Боже, нам нужно потребовать еду. Да, пусть он сейчас потребует еду. Вот, и подпишет указы. И вообще устанет полностью. Пойдет в шуты. И, в общем... Да, видите, он уже сам требует еду. Но давай дальше все-таки подпиши еще один указ. Да, лорд Мордатый Великий. Я принесу вам еду прямо сейчас. Вот, ребят, по-моему, его раньше Великим не называли. Это в последнее время, наверное, его стали величать Великим. Потому что раньше, мне кажется, его просто называли Лорд Мордатый. А теперь он Лорд Мордатый Великий. Только, правда, от этого, как бы, в Козляндии особого величия не добавилось. Так, давайте пойдем сядем за стол. И будем ждать, пока нам подадут еду. Вот хорошо быть монархом все-таки. Что не нужно самому готовить. Есть прислуга, которая подаст еду. Нам только нужно прийти и все это дело съесть. О, кстати, у него появилось новое задание. Вернуть подписанные документы королевской советнице Оливии. Так, у нас сейчас 7 вечера. Я думаю, что мы сейчас покушаем. Это в первую очередь, конечно же, нужно подкрепиться Мордатому. Вот, он сейчас у нас поест. Напишет письмо Ванессе. Давай кушай. Кушай, не стесняйся. Вот, съесть уха из линия. Вот, он, наверное, пойдет к почтовому ящику, отправит письмо Ванессе. И потом заодно пойдет и отнесет документы, которые он подписал для королевской советницы Оливии. Я думаю, что, может быть, сегодня мы, ну, как-то не будем особо заморачиваться с этими заданиями. А уже в следующий симский день выполним наши ежедневные задания. Думаю, что ничего страшного за один день не произойдет, если мы сегодня пропустим. Вот, я думаю, что вообще их можно, эти задания, делать через день. Потому что они меня, честно говоря, уже напрягают. Но плохо то, что если их не делать, к сожалению, ну, с симами может произойти очень плохие вещи. Мордатого вообще пузо пришел. У нас что-то отжимался. Я не пойму, что он тут делал. Так, давайте пойдем и напишем письмо, да, отправить личное, пригласить персонажа на участок. Так вот, давайте персонажа пригласим на участок, а потом пойдем и отдадим. Вернуть подписанные документы королевской советнице и будем выполнять как-то наш квест. Так, у нас, я так понимаю, что во дворце только пузо ходит из наших симов. Уже куда-то пузо, по-моему, удрал наш яковидский священник. Кстати, наш Мордатый, он до сих пор никакой веры не придерживается. У него еще религия не выбрана. Вот, я думаю, что в итоге мы как-то всех симов, наверное, отправим. Кого в яковидскую религию, кого в петерианскую. Так, мы будем приглашать добрую женщину Ванессу. У нас, видите, с ней романтические отношения. Что такое? Выберите участок. Ну, какой участок выбираем? Наш участок сюда пусть идет. Куда нам еще ее везти? Пусть приходит к нам во двор. Кстати, царевна жаба или как-то мы королева жаба. Но, хоть она и королевна, она не подходит нашему Мордатому. Потому что Мордатый уже влюбился. И вообще, вот эта как бы королевна, она ее спас пузо. Пузо ее превратил в человека. Вот пусть пузо с ней разбирается. Да, нечего Мордатому навязывать всяких жаб тут. Так, ура! Я с удовольствием приду. Ждите. Да, Ванесса сейчас придет. И все будет хорошо. А мы тем временем отдаем документы с королевской советницей Оливии. Сейчас нам что-нибудь другое скажут. Великолепно, Ваше Величество. У вас лишь небольшие изменения планов. Вам надо принять посетителей в тронном зале. А я тем временем соберу новую пачку документов. Они что, офигели? Устроить прием, сидя на троне в течение часа. Мне кажется, что это уже надоело. Мордатому и он хочет уже стать шутом. Ну, давайте проведем прием. Кстати, Ванесса там на подходе или нет? Ну, Ванесса, наверное, пока доколебает, дотелепает из, я не знаю, из деревенской лавки. Потому что симы, которые не живут ни в каком доме, они типа, когда приходят, приходят из королевской лавки. Вот, а это очень далеко, на другом конце карты. Вот, шут уже пришел и что-то просит. И, наверное, он просит, чтобы они поменялись местами. Шут пришел, говорит, мордатый, можно я буду царем? Говорит, с меня, говорит, царь будет просто супер. Смотрите, а точно, я прям угадала. А, не, не угадала. Мой сосед делает, чё, пошлые зеленые скульптуры. Я прошу вашего разрешения сжечь это непотребство. Огонь, то, что нужно. В общем, сжечь их огонь, плохая мысль. Нет закона, который запрещают создавать пошлые скульптуры. Если, конечно, они не бросают тень на правителя. Я не могу дать свое разрешение. Короче, мой сосед делает пошлые зеленые скульптуры. Блин, ну я даже не знаю. Просто нужно видеть скульптуру и понимать, насколько она там пошлая или не пошлая. Сжечь их. Вообще, принес бы хотя бы фотографию. Хотя фотографий не было. Блин. Короче, сжечь нафиг. Достали все. Уже морда там. Он говорит, сожги. Говорит, и себя сожги. Сожгите. Говорит, всех на свете дайте мне. Говорит, отпуск. Замечательно. Я немедленно отправлюсь за факелами. О, боже мой. И решил нам тут же песенку исполнить. Где наша Ванесса? Ванесса уже пришла, дорогая. Но нашему мордатому нужно в течение часа вот это вот сидеть и принимать всяких козлов. Ванесса, пойди что-нибудь попроси. Мы вот все, что ты не попросишь, мы тебе исполним. Что, она скромная, видите. Хоть и распутная, но она все равно скромная. И, смотрите, выслушать прошение. Или болтовню. А, все, смотрите, у нас уже нет сидеть на тронном. Она, короче, пришла и все. И согнала его с тронного своего места. И давайте мы похвалим ее красотой и поделаем разные романтические действия. Давайте позаигрываем. Мне вот, с одной стороны, хочется им ребенка сделать, потому что, ну, как-то нормально это. Но, с другой стороны, я жду, когда появится у нас такое вот задание, как наследник, чтобы наследник у нас появился. Вот, и, ну, не знаю, не хочется пока ребенка делать. Хотя, вот, если я сделаю им в уху, то остаться на ночь. Ну, давайте, не знаю, на ночь-то ее попросим остаться. Но, если мы будем делать с ней в уху, дело в том, что это может закончиться ребенком. Вот, а из этого ничего хорошего не получится. Потому что я жду задания, где нам скажут, чтобы мордатый себе уже наследником обзавелся. Вот, давайте мы ее попросим просто на... Ой, смотрите, розу дарит. Я это все пропустила. Вот, розу такую красивую подарил. Давай еще раз подари розу, а то я ничего не увидела. Вот, смотрите, где ты их, мордатый, берешь? Я вообще не знаю. Достает свои розы непонятно откуда. Так, и давайте ее страстно поцелуем. Смотрите, у нас уже такое действие есть. Не страстно поцеловать, просто поцелуем и попросим остаться на ночь. Вот, чтобы она оставалась. Ну, а мы будем дальше заниматься нашими делами. Потребовать служебный отпуск королевская советница Оливия. Да, в общем, мордатый скажет, я, говорит, хочу отдохнуть. У меня Ванесса есть. Говорит, нафига мне ваши царские дела. Не хочу, хочу отдыхать. Не хочу, в общем, работать. Вот, и пойдет, сейчас потребует отпуск у королевской советницы. Вообще, он царь, он сам должен решать отпуск, не отпуск, присоединиться. Не надо, вот, потребовать отпуск. У нас было действие, сейчас пойдем и потребуем. Так что, пока мы будем с Ванессой нашей просто общаться, просто дружить, просто приглашать ее к нам на участок, чтобы поделать романтические действия, а я буду ждать, пока у нас появится возможность, чтобы появился у нас квест, в котором нам нужно будет обзавестись с наследником. Вот, тогда, конечно же, мы уже сделаем ребенка. Увы, меня ждут дела, встретимся в следующий раз. Короче, Ванесса сама уже утюлюпала, ушла она от нас. Предложить поменяться местами с шутнет. Ваше Величество, извольте шутить, это же ваше королевство, это ваш народ, вы не можете устроить себе выходной, у вас очень много дел, кто будет заниматься ими, если не вы? Пошли вон, я отдохнуть хочу, скажи, да, предложить поменяться местами. Вот у нас есть шут, и, короче, мордатый говорит, шут, давай мне свой колпак, одевай, короче, корону, и давай, иди один день тут вместо меня походи, поездавай указы, и поймешь, как оно живется королям. Несладко им приходится. Вот, Казалиандия на один день будет в моей власти. Ну, это же безумие. Впрочем, идет, я посижу на троне, пока вы развлекаетесь, но королевство, но королевская советница Оливия этого не одобрит. Она такая бука, а кто будет развлекать двор, это дело непростое. Так, попросить советника или шута прийти на лесную поляну и встретить в шкафу, взять в шкафу королевский наряд. Так, давайте мы еще раз поцелуем, конечно же, нашу дорогую Ванессу, заключить ее в объятия, страстно поцеловать. В общем, романтику нужно делать, поклясться верной вечности. Не знаю, рано еще, просто в глаза ей посмотрим. Вот в вечности, мы в верности вечной, мы будем ей клясться немножко позже. И нам нужно что-то взять в шкафу, да, наверное, на втором этаже, вот наш шкаф, взять наряд другого... Подождите, это я не то, выбрать наряд, нет-нет-нет. Взять в шкафу королевский наряд. Вот это, наверное, взять наряд, так что пусть мордата идет, берет наряд. Как-то быстро он пришел на второй этаж, я даже не заметила. И отправимся с вами на лесную поляну, попросить советника и шута прийти на лесную поляну. А, нам нужно сначала попросить их прийти, вот, встретиться на лесной поляне и встретиться на лесной поляне. Королевскую одежду мы взяли, смотрите, Ванесса осталась, села, понимаете ли, тут по левую сторону от трона и... Или по правую, ну, не, если вот мордатый вот так сидит, то получается по левую. Ну, короче, они с прислугой сидят, охраняют трон. Ну, было бы прикольно, если бы они поженились, и чтобы у них ребенок был, но пока как-то, наверное, не до этого, да, и рано, может быть. Хотя уже какая? Тридцать четвертая серия. Так, сейчас вот мы еще и шута попросим прийти на лесную поляну, и там, наверное, будут переодевашки. Переоденемся. Шут, видимо, оденет одежду нашего мордатика, а вот наш мордатый оденет одежду шута, и это будет, может быть, даже прикольно, а может быть и нет. Так, у нас сейчас задание встретиться с шутом из королевской советницы Оливии на этой самой, на лесной поляне. Туда мы и отправляемся. Кстати, вот уже мордаты у нас шестого уровня, и, по-моему, из всех симов, которыми мы играем в этом летсплее, это самые прокаченные у нас. Наверное, мордатым мы играли чаще всего. Но мне, честно говоря, им и нравится больше всего играть. Все, Ванесса от нас уже уходит, говорит, что ей пора домой. Вот, мне еще нравится играть этой кабуздохлой, тоже прикольно, лекарем играть. Ну, и всеми остальными тоже нужно иногда поигрывать. Вот, следующим, я думаю, что в следующем квесте мы будем играть либо пузом нашим этим самым, яковитским священником, либо создадим какого-то нового персонажа, потому что мне кажется, что давно, давно мы пузом не играли. Вот идет шут, и идет еще какой-то мужик за нами тут, служитель церкви. Служитель церкви, а что ты преследуешь нашего мордатого? Ты что, следить тут идешь? Так, давайте, ребят, я быстренько промотаю, чтобы они быстрее пришли. И что, ты кто такой? Представитель гильдии слушает, о чем говорит мордатый. Не надо ничего слушать. Так, мы пришли, и нам нужно убедить, что нет ничего плохого, если шутнет, и вы поменяетесь местами. Нам нужно убедить... убедить. А где она? Она что, офигела? Убедить поменяться местами. Так она еще не приперлась. Ах ты, коза, ты что, не собираешься идти, ребят? Она вообще, по-моему, во дворце. Слушай, дорогуша, ты не офигела? А что ты не идешь? Она тоже должна была прийти? Я не знаю. Ну, короче, она не пришла на лесную поляну. Ладненько, пойдемте, ребят, тогда ее уже будем во дворце уговаривать. Походу, мордатый не может сосредоточиться для этого. Нам нужно сосредоточиться. А, ему кушать надо. Ну, давайте тогда нашего, ребят, мордатого отправим тогда поесть. Вот, пусть идет домой. Короче, я его домой отправляю. Здесь ему, наверное, прислуга еду приготовит. Он покушает, выспится. И с утра уже будет убеждать королевскую. Так, подожди, подожди. Давай, потребуй еду. Потребовать еду. Вот. И пока можешь выпить чего-нибудь. Варить. А что это мы должны варить? Почему оно не сварено уже? Да, лорд мордатый. Вино. Пшеничный. Эль. Давайте венца выпьем. Вот. 50 симоленчиков с нас за это берут. Но ничего страшного. Так, давай, наполни. А почему оно уже не сварено? Мне кажется, что оно уже должно быть как-то забодяжено. И можно уже выпивать. Давай. Варить. Взять напиток. Вот. Теперь наполнить кувшин. Интересно, что такое наполнить кувшин. И куда кувшин, наверное, можно куда-то поставить. Прикольно. Наверное, кувшин будет в багаже или нет. Мы его можем поставить. Ой, как классно. Давайте выпьем. О, он взял себе бокал венца. Но это правильно. У нас ужин. Только 2 часа ночи. Ну, ничего. У нашего царя было очень много дел. Он такой грустный. Пришел. Бухает. Ну, в смысле, вино пьет. И, в общем, говорит, что все, надоело с меня это. Сейчас поем. Вот. И с утра пойду работать шутом. Говорит, надоело. Увольняюсь я с вашей козлянди. И даже не упрашивайте. И смотрите, сразу пришли выпить. Учуяли, что у нас вино здесь разливают. Кувшинчик стоит. Так сразу все и выпивать пришли. Так, давайте мы покушаем. Нам тут китовую уху принесли. Все. Мордаты убирать не надо. Пусть убирает, я не знаю, прислуга. Пусть. Ты царь или не царь? Ты не должен вот этим вот заниматься. Ты должен кушать и спать. Поэтому давай кушай и ложись спать. Вот. И я на этом, ребята, буду заканчивать серию. Смотрите, а эта самая прислуга не скромная. Тоже села рядом с царем. И эта самая налила себе. Попивает. В общем, прекрасно. Они себя тут чувствуют. Совершенно не стесняются, что они вот как-то прям с царем за одним столом сидят. Так, я буду на этом заканчивать серию. Следующую серию я начну уже, когда наш Мордаты проснется, когда он выспится. И с утра уже сытый и с полными силами он пойдет уговаривать советницу Оливию поменять его местами с шутом. Но я вообще не понимаю, почему он должен ее уговаривать, если он просто может ей об этом сказать и она должна послушать. Потому что он типа лорд Мордаты Великий. Все, Мордатик, ложись спать. Все, отправляем его спать, а я заканчиваю на этом серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.